А сейчас о двух значимых для нашей истории датах. 28 июля в нашей стране отмечается как День памяти древнерусского князя Владимира Великого, а также как День крещения Руси. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открылась экспозиция, посвященная этим датам. В четверг с ней познакомились дети из пришкольных лагерей, а также ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 28 июля 2015 года в сельце Берестово, что под Киевом, сканчивался князь Владимир, вошедший в историю как креститель древнерусского государства. 31 мая 2010 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении в этот день новой памятной даты – годовщины крещения Руси. В Тверском парке «Россия. Моя история» по этому случаю в четверг организовали целую серию экскурсий становления православия на Руси Рюриковичи. Мы для детей ведем экскурсию в течение 45 минут, в рамках которой рассказываем больше о становлении православия на Руси и, соответственно, им рассказываем конкретно вот этот путь, более ранние этапы. И особое внимание уделяется уже князю Владимиру выбору веры. В этот день в парке «Россия. Моя история» прошли сразу три экскурсии. В них приняли участие дети из пришкольных лагерей и ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это были школьники из Твери, а также из Вашневолоского городского округа. Из последнего муниципалитета приехала и Евгения Сычева. Ей очень понравилась современная подача материала. Для подрастающего поколения интерактивная форма – это более интересный вид, чем учебники изучать. Тут рассказывают гораздо интереснее, преподают по другому информацию. Мне кажется, это очень важно, потому что подрастающее поколение должно знать историю России. Экскурсия не ограничилась только событиями времен правления князя Владимира Великого. Ученикам рассказали и о других событиях русской истории, в том числе и используя интерактивные панели. Сергей Мишин говорит, что благодаря этому он узнал много нового про Куликовскую битву. Интерактивная игра, где можно было выбрать события, можно выбрать сторону, и было показано, расписано, что происходило на поле битвы. Завершилась экскурсия становления православия на Руси Рюриковича показом мультфильма «Князь Владимир», который в этот же день был продемонстрирован и во всех детских загородных оздоровительных лагерях Тверской области.